Приветствую. Мы с вами находимся в Гагаринском районе на юго-западе Москвы. Здесь от Ленинского проспекта до улицы Вадилова проходит улица Липунова. Двухстороннее движение автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении. Здесь длина улицы составляет около 400 метров. И сплошные тут уделят ограды институтов научных. Рядом находится Ленинский проспект. И на этой улице, на Ленинском проспектах, находится много научно-исследовательских институтов и сама Российская Академия наук. И эти институты, они в основном принадлежат именно Российской Академии наук. Улица была названа в 1958 году в честь математики и механика академика Александра Липунова, который жил в 1857-1818 годах. Там он был в Ярославле, в 1880 году опуществил Петербургский университет, потом был профессором Харьковского университета, ну и в 1902 году работал в Петербургской Академии наук. Созвал строгую теорию устойчивости равновесия, движения механических систем, определяемых конечным числом параметров. С математической стороны, этот вопрос сводится к исследованию предельного поведения решений системы дифференцированных дифференциальных уравнений при стремлении независимого переменного к бесконечности. Особое заслуга его в том, что он построил общий метод для решения задач об устойчивости. Большой цикл исследований посвящен теории фигуры равновесия, равномерно обращающихся жидкостей, частицы которой взаимно притягиваются по закону семерного тяготения. В теории вероятности Липунов предложил новый метод исследования, так называемый метод характеристических функций. Обобщаясь с темой Чебышева и Маркова, доказал так называемую центральную предельную теорему теории вероятности при значительно больших, более общих условиях, чем его пришельцы. Теорема Липунова. Ну, с математикой как-то я не дружу, поэтому мне эти слова сложно воспринимать. Но я думаю, что многим из вас тоже, даже теми, кто и дружит с математикой, то не всегда это просто, но это же высшая математика, серьезные вещи. Поэтому, кто хочет более подробно познакомиться, так сказать, с наследием и с работами Липунова, если можно с ним познакомиться, уже, так сказать, самостоятельно. Ну, а я так вот в целом сказал, наверное, про Липунова, ну, он во многом был связан, собственно, с Петербургом, умер он в Одессе, да, ну, наверное, очевидно, и в Москве тоже бывал, ну, как-то, наверное, постоянно, может быть, не жил, может быть, не жил какое-то время. Не знаю, наверное, еще этот вопрос уточнить. Но, в любом случае, поскольку тут многие улицы названы в честь академиков, математиков, ну, разных ученых, преимущественных спектаклов, естественно, научного плана, вот, поскольку ряда много научных институтов, вот, и решили назвать эту улицу в честь математика и механика Липунова. Надо сказать, что здесь находится только, числится по этой улице только институт биологии Гена, Российской академии наук, по номерам пять здания, и шиномонтаж, ну, по сути, автосервис, Пятое колесо называется, по номерам три. Вот, кроме института биологии Гена и шиномонтажа, никаких, те находящиеся на улице здания, они числятся по соседней улице Вавилова и, соответственно, Ленинскому проспекту. Потому что еще другие здания, тоже институты сюда выходят, но они все числятся уже по соседней улице, между которыми как раз эта улица и проходит. Ну, по сути, это даже не улица, это, в общем-то, переулок, по большому счету. Ну, опять же, в честь вот именно знаменитого ученого известного решили назвать эту улицу. Ну, так же, как и соседние во многом. Потому что такие, по сути, переулки между улицей Вавилова и Ленинским проспектом проходят. Несколько таких вот маленьких, таких вот улиц, как бы, соединительных. Вот, и, по сути, это переулки, а не улица. Ну, опять же, из уважения к ученым называют улицами объекта. Хотя они совсем маленькие. Ну, кто захочет здесь выйти, в принципе, тут особо ничего интересного нет. Ну, дань институтов можно посмотреть, конечно. Вот, ну, от метро Ленинский проспект на автобусе номер 111 можно доехать, троллейбусах 4, 33, 62, трамваев 14 издей до основки улицы Липунова. Вот, соответственно, трамваи, они по улице Вавилова ездят, ну, а троллейбусы, автобусы по Ленинскому проспекту. То есть, можно доехать через Ленинский проспект или через улицу Вавилова. Ну, по этому улицу общество транспорта не проезжает. Приятных прогулок и до новых встреч на улице Маскова.